Смотрите, вот если мы говорим о том, как происходит, то даже историческая вот эта система, она оказалась очень полезной даже в описании развития общей теории, ну, как бы познания чего-то, потому что какое бы мы явление не взяли, мы сначала его поддаем через кайферические поверхность личного образа. Ну, самое простое, что человек или человечество начало надевать огнем. К примеру, то есть, молния зажгла траву, люди постепенно научились греться, потом стали пользоваться этим, сначала их сохраняли, потом научились его делать, как раз на нем можно жарить мясо, готовить еду, это верно-поздно, да, нужно делать с огнем. А потом возникли, когда накопился большой опыт, формируется что? Правило, как обращаться с огнем. Значит, как обращаться с огнем. И у нас уже возникает не только опыт, но и вектор нормы. Правило обращения с огнем. Как его добывать, как его использовать, где его нельзя использовать, как его, ну, чтобы не сгорел дом, там, и прочее, прочее. А затем возникла следующая стадия, когда огонь стал инструментом. И, оказывается, при помощи огня можно обжигать, обжигать кераминку, беремену, да, плавить петалом. Огонь можно добывать самыми разными способами. Это при помощи стояния палочек или молния. И, таким образом, значит, у нас получается, что возникает целый вид подъектовой ситуации, целый ряд моментов использований, на коже огонь. Ах, самых разных опасных. Ну, и, наконец, четвертая стадия, когда мы глобально понимаем, что огонь – это разогретая плазма, высокоионизированная плазма, поток раскалённых газов, которые мы можем создавать, значит, применять уже эти технологии для любого. То есть, и огонь, он существует, и на звёздах – плазма, и на Земле – это плазма, только высокая и нестатемпературная. И мы можем эти плазменные технологии использовать для любых целей, которые нам понадобятся. То есть, вот это такой момент, мы чувствуем, как происходит, в общем-то, омногимии и познания человеком какого-то понятия. От одномерного до четырёх метров. Есть ещё такой момент, связан вот с чем. Четвёртая, вот все функции, о которых я говорил, значит, первая – четырёхмерная, вторая – ментальная, двумерная, одномерная. Оказывается, что они различают разное количество инкарбанций. То есть, вот всем известно, и доктор, и известно, и учебникам психологии, что человек может вытаскивать в оперативной памяти всем плюс-минус два объекта. Какие объекты они, кто об этом не пишет, а пусть объекты не отвечают. А на самом деле, я ищу об объектах однородных. Различимых только полной переменной. То есть, когда у них различимость только одномерная, человек может удержать памяти всем плюс-минус два объекта. А вот оказалось, что когда мы есть, ещё в начале 20-го года поставили эти эксперименты, что когда у нас подаётся информация по двум разнородным стимулям, когда человек может унижать память, 16-17 элементов, 10-11 элементов. Когда у нас две перемены. Когда у нас три перемены, уже количество апеллируемых объектов порядка 16. И, наконец, когда у нас четыре разных стимуляций, по которым различаются объекты, ну, где-то делали с музыкой, со звуками и так далее, то оказалось, что тогда у нас 26-27 элементов, которые единообразно схватывают осознание. И когда я сопоставил эти эксперименты с экспериментами функции, то оказалось, что, да, действительно, можно сказать, что первая функция обрабатывает около 70 плот. То есть это количество операционных ячейок, по которым они взаимодействуют. Вторая функция — порядка 10-11 операционных ячейок, третья — 16-17, и четвёртая — 26-27. Эти все ячейки — это числа относятся к отношению золотого сечения, это один из 6-28. А что из этого следует? Из этого следует, что вот каждый из векторов, его можно разделить на зоны или еще операционные ячейки, в которых, то есть эти вектора, они не структурные, они состоят из окруженных операционных ячейок. То есть вектор опыта порядка 7 ячейок, вектор норм — порядка 4 ячейок, вектор ситуации — тоже порядка 6-7 ячеек, и, наконец, вектор глобальности — тоже порядка 6-7 ячейок, порядка 9-10 ячейок. То есть а что это означает? Что эти ячейки — это фактически можно перевести в некоторую мощность обработки хромации. У приматов есть опыты, которые показывают, что этих ячейок меньше. Но у шимпанзе их порядка от 10-ти до 13-ти. Есть эксперименты на эту тему, вот они тут описаны по 100 лет. И вот эти операционные ячейки, они фактически выражают мощность, операционную мощность сознания по каждой пункте. В принципе, мы можем просуммировать все количество этих ячеек, получить суммарную мощность лентарного крема. это уже к вопросу о способностях человека. И вот наблюдения показывают, что максимум ячеек очень редко задействуется у человека. Обычно, скажем так, если у человека работают все абсолютные ячеек — это уровень гения, суперталанты и так далее. Обычно некоторые ячеек являются шунтированными. Ну, они работают пассивным режимом, не активным. А что это означает? Мы же знаем, что типы типами, есть люди с пониженным интеллектом, не блестящие таланты, есть люди средние, и, наконец, есть люди таланты и будут увеличиваться. Вот, когда мы это анализируем, показывается, что это связано тесным, тесным образом с количеством активных операционных лечений. Ну, отсюда возникает естественный вопрос. Вот, оценка мира таланта — что с этим будет? Ну, если у нас какие-то ячейки у человека, которого мы анализируем, скажем, мы видим, что у него талант мог быть и выше соратного его типа, а он не тянет. Ну, можно сказать, что, скажем, у него по второй функции не 16-17 человек, а где-нибудь 13-14 человек. Всего по активным остальным, а иногда и 12. Здесь не 26-27, а наибольшем 22 ячейки и так далее. То есть при прочих равных условиях, при одинаковой размерности количество операционных ячеек, оно ниже. А что такое ячейки? Это просто они выражают между собой, их взаимодействие между собой выражает операционную мощность. Каким образом? Вот, скажем, 10-26 факториал — это полное количество взаимодействий ячеек между собой. То есть это, а что такое фактор 5? Это 1, умноженное на 2, на 3, на 4 и так далее, и на 26. Так вот это число составляет приблизительно 10-26 комбинат. А по второй функции это приблизительно 10-16 комбинат. То есть это гигантские числа. Вот если мы переводим уже от количества ячеек, а возводим это в степень, то получается это совершенно большие гигантские числа, которыми они определяют эту мощность. А когда мы говорим о чем в конце, что у них от 10 до 13 факториал, ну это приблизительно 10-10 число. То есть мы видим, что, казалось бы, небольшое изменение количества ячеек приводит к очень большому, к большой разнице. Ну и понятно, что если у нас у человека 10-26, это при 26 ячейках, например, а если у человека 22 ячейки, то это предвозитие 10-22, это очень большая разница. очень большая разница, потому что уже разница не на 4 ячейки, а на 4 порядка. 10 тысяч раз. Которые проявляются в том, что человек как бы и может больше или может чуть меньше в плане таланта. Вот, кстати, то исследование, о котором я говорил, оказалось, ну просто исследователи и американские, и американские, они провели исследование количества юмических выражений доступных человеку и животных. Так вот, у человека оказалось те самые 27 комплексов юмических выражений. То есть число, соответствующее этому ряду. У лошади, внимание, на втором месте оказались лошади. У них 16. А шимпанзе оказались на третьем месте. У них всего 12 комплексов юмических выражений. То есть, вот как бы, ну пол, то есть вот количество этих ячеек, оно выражает вот этот вот творческий, креативный потенциал человека. Ну и вообще способность на какие-то решения. Понятно, что это вот панды, люди успешные, у них наибольшее количество этих ячеек. Вот мы обсуждали вопрос, а как быть, особенно с детьми, у которых, если человек не активно, ну надо подбирать методики. Потому что эмпирически психология, развивающая психология, обучающая психология, найден целый ряд методик, связанных с, ну там, они лишь направлены на отдельные способности, там, например, скорочтение, увеличение памяти и так и так далее. Но, в принципе, вот подобные родные методики, если их правильно подбирать и ориентировать на какую-то функцию, то, я думаю, что они способны в результате тренировки, ну, как бы вскрыть эти спящие ячейки или малоактивные ячейки и заставить их работать с тем, чтобы пробудить дополнительные таланты и способности, ну, особенно минули. Вот мы сейчас в этом направлении потихонечку думаем. Я там педагога обозадачил, вот, и на последней конференции об этом говорил, что вот в этом направлении есть перспектива, потому что, хотя бы тому образом, когда мы соотнесем нужную методику с нужными аспектами, тогда нужно будет двигаться в это направлении. в этом направлении. Потому что, и тогда мы перед подпасим к конструкции факта, что вот у нас есть такая конструкция, сейчас этим не сделаешь, к активному влиянию уже на тип личности, на раскрыт его потенциата, возможностей, способностей, ну, таким образом, как бы, на формирование успешности человека в этой жизни. Вот так. А если, а если мы возьмем, там вот, я сравниваю с обезьянами, например, с приматами, там очень интересно, у них объем рабочей памяти, который у человека 7 плюс минут 2, у 2-3. И в результате, в результате они, скажем, такое, что как раскалывание орехов при помощи камня осваивают далеко не все. Вот есть, которые в том числе. Продолжение следует... Продолжение следует...